здравствуйте уважаемые друзья гости нашего канала сегодня мы вас приветствуем с мариной рассказываем сегодня снимаем видео об амулетах талисманах оберега камни то наши природные защитники помощники очень здорово оказывает помощь на все направления вашей жизни те кто еще не знает посмотрите на нашем канале в ютюбе специально папка есть по амулетам оберегом камням драгоценным по драгоценным животным растениям будет очень интересно много чего нового знает первый вопрос если дни месяца когда лучше купить или изготовить амулет талисман оберег и так далее здравствуйте роман здравствуйте зрители есть определенный месяц ну вы знаете по этой карте можно сказать так что лучше конечно же выбрать да может быть если человек купит не в тот день не в тот месяц камень может ему принести больше вреда чем польза можно как ответить на этот вопрос еще же надо знать где покупать правильно скорее всего конечно это нужно же разобраться действительно с камнем поможет ли он или не поможет просто покупка камня не решает никакой проблемы понимаете здесь нужно все-таки досконально разобраться с этим камнем нужен этот камень не нужен какой лучший половине вы купить там весной осенью можно там какой-то месяц подобрать или в каком-то месте определенном граненый не граненый этот камень обработан они обработаны все же такие это очень много зависит от того очень много вопросов набегает на то чтобы ответить на этот вопрос отличие простого и сложного изделия может ли простое изделие лучше и мощнее работать чем сложное да или наоборот сюда сложное изделие но сюда будет лучше работать ну естественно индивидуальный подбор когда идет знаете даже просто камень даже не обработаны может нести больше пользы чем обработаны понимаете ну даже здесь не про камни сейчас вопрос а вообще может быть талисмана могут состоять или талисман он все-таки здесь больше индивидуально скорее посмотреть надо фигурки нужно ли тотем нужен или что-то там или сделано самим все штуки надо посмотреть действительно будет ли это работать или нет то есть у кого-то простое может лучше работать у кого-то сложно совершенно верно от чего зависит что одному помогает одно другому другое это зависит от развития человека от программы от доступа понимаете здесь можно сказать так что это все-таки от развития души насколько душе нужно тот или другой объект например допустим если у души не хватает например какого-то татэма да значит вот ей нужны и вот подсказки идет что больше нужен татэ другой душе больше не хватает допустим камни третья берега да и все штуки вот чего душа требует до какого развития конечно состояние развития души это все штуки идет от интеллекта от разума конечно от души самой здорово человек может наделить амулет талисмана берег и так далее энергии разумом или наоборот талисман амулет наделяет человека разуму энергии все-таки в обмен какой-то идет понимаете сама душа не может наделить камень чем-то а вот именно камень или талисман он может дополнить душу каким-то разумом где-то возможно усилить какое-то направление может то что человек что душа выбирает опять духовная карта падает на душу наоборот камень помогает развитие душе так же как и амулет талисман он помогает душе не самому человеку а душе помогает наполнится целостности вот это вот развитие ее чтобы вот она понимаете почувствовала именно облегчение какое-то обрела какую-то силу вот так вижу можно ли подобрать камни талисман амулета для чистки гармонизации чакр знаете можно так сказать что очень много человек не верят в чистку чакр то вот но каждая чакра отвечает именно камень какой-то определенный который может усилить его действия чистить чакры все равно нужно покупкам я скажу что это все штуки чистка когда можно подобрать или камни для чистки так а можно ли носить сразу несколько разных амулетов талисманов камней там и так далее и как правильно подобрать чтобы они скажем так правильно взаимодействовали понимаете никто не может вам их конкретно сказать можно носить это или нельзя все штуки понимаете по картину любой можно сказать так что если душе хочется носить все эти украшения вместе эти камни вместе допустим или вместе комбинировать с амулетом с талисманом он может это делать почему нет так такового вам никто не скажет не не что нельзя этого делать именно на определенном пальце это носить нет вот понимаете душа сама подскажет что и нужно хочется есть вот сегодня одеть значит она должна брать и одевать потому что душа так хочет не сам человек понимаете душе хочется одеть этот талисман взять с собой этот камень и просто идти понимаете это нулевая карта все что душе хочется она должна делать но то есть если душа сама еще не развита человек не понимает в принципе можно на у нас на консультацию допустим посмотреть все это дело можно конечно можно ведь и карта солнца говорит если душа не настолько развита или она забыла кулаки развиваться то значит можно ей подсказать конечно такой интересный вопрос кто руководит талисманами амулетами оберегами ну то есть как они уже готовые как бы изделия до человек их носит понимаете вот талисман он руководит все-таки человеком не человек руководит талисманом а талисман ведет человека так же как и камень а ими кто руководит ими хороший вопрос создать кто их создал те руководят ими понимаете а это все же такие большие какой создатель ведь императрица падает все я всего да значит а вот кто создал вот именно эту материю да вот она ими руководит лучше относиться к талисманом с любовью и уважением конечно надо не только с ним к ним с уважением относиться их нужно приручать видите стоит женщина и лев у нее таки также как талисман можно приручить камень оберег да надо то есть чем лучше к нему относишься разговариваешь там тратишь на нее время энергию там руках держишь там чем мощнее работает конечно вас тем больше например создается вот именно вот это доверительное отношение с камнем с талисманом с чем-то еще соберегом возможно да вы с ним переплетаетесь по судьбе уже он входит вашу судьбу и вы с ним разделяется он помогает улучшить и чаще брать в руки смотреть на них додумать держать медитации там проводить специально может как-то через медитация больше просьба чтобы было просить там как-то не знаю взаимодействие должен быть контакта контакт человека души и этого изделия многие ищут люди различных целителей волшебную таблетку таблеткой может всего лишь быть талисман камень амулет тотем как бы эта информация не распространена то есть на самом деле так и есть правильно знаете скажу больше да чем нет потому что видите человек стоит с перевязанной головой в поисках конечно он был а потом раз всего-то нашел в чем-то это в одном да действительно такой вариант возможен что где-то что-то он приобрел и у него больше появилась сил больше здоровья да перестал допустим болеть голова взял какое-то правильное направление куда-то возможно изделия это ну скажем как мы как обобщили да и талисманы и оберег и камень которые могут именно подействовать как волшебная таблетка на определенного человека на совершенно верно то есть человек либо имеет какое-то предпочтение например да и мы его подбираем среди этих предпочтений нравится талисман среди талисмана выбираем нравится камень среди камня нравится там тотем на чисто темы либо другая группа людей например на ваше усмотрение что лучше работать у меня будет да там для этой цели там для здоровья там для финансов вот для сдачи экзаменов там для духовного развития там какие-то нюансы там узкие направления когда мы уже сами подбираем да и то что карты показывает вселенная что вот это для этого человека в данном случае лучше будет то есть два варианта да роман это совершенно верно потому что не для каждого человека подойдет именно то что подходит другому вот видите по карте шестерка кубков говорит о том что вот именно какой-то души что-то не хватает какого-то определенного до момента вот именно не хватает допустим этого камня да так как у нее уже уже есть оберег какой-то да вот камня именно вот 10 именно конкретного камня денег хватает да для полного развития возможно где-то кто и усилить какое-то направление да и поэтому конечно же для каждого человека он индивидуально, потому что, видите, он дает одному человеку, другому человеку не дает. Значит, другому человеку это не просто-напросто не подойдет. И Рицарджи говорит о том, что да, нужно для каждого человека подбирать индивидуально, соответственно, чтобы он был на коне, а не шел пешком. Когда даешь именно то, что подходит человеку, у него быстрее на какое-то идет развитие, надухая дорога, быстрее движутся дела. Возможно, где-то он больше преуспеет, чем если бы он шел пешком. Понимаете, до своей цели. Зачем идти пешком, если можно доехать? Это штуки, конечно же, для каждого человека индивидуально. Появилась ли какая-то еще новая информация, о чем мы раньше не спрашивали, о наших природных помощниках Вселенной? Понимаете, помощники всегда были вокруг нас и всегда рядом с нами, и мы должны носить эти помощники, так как они помогают нам. Но тем не менее приобретение этого помощника, мы не должны становиться, допустим, алчными. Когда человек жадный, алчный и не развитый, конечно же, амулеты помогают не в той степени. Они могут направить человека вообще в другую сторону. Эта жадность, она может еще в два раза увеличить ее. Поэтому все-таки нужно понимать, зачем вам такой талисман и для каких целей. Если вы хотите помочь себе для какого-то определенного момента, ну, чтобы вот вам дало развитие, допустим, да, улучшил как-то легкость своей жизни, вы не должны, в принципе, думать о том, что вы будете идти легко по жизни всю свою жизнь, да. Вы дойдете до какого-то уровня, да, допустим, и захотите что-то еще, каких-то накопительных таких действий, увы, он вам просто напросто не поможет, понимаете, потому что есть все-таки у человека грань по судьбе, которая должна идти. Вот видите, вот по семерочке. Не ошибитесь в выборе своих желаний. За каждое желание нужно оплачивать все штуки, понимаете, платить чем-то. Ну, то есть, как бы человек должен поработать сначала с помощью наших медитативных планов, допустим, далее подобных планов, все свои пороки, в том числе жадность, зависть, вот, гордыню, там, злость и так далее, чтобы они правильно работали. Потому что жадность больше может действовать разрушительно на человека. Слушайте, здесь, когда человек прорабатывает именно все свои пороки, он уже не так относится потребительски к ресурсам природы, да, он становится более разумным, значит, сама душа, да, мы же развиваем душу, у человека меняется сама душа и человек потом, соответственно, с действием меняется и сам. Поэтому мы действуем именно в направлении развития души, наш интеллект нужно повышать и все штуки не ограничиваются в каких-то рамках. Видите, мы должны до какого момента дойти до королевы кухол, значит, мы должны именно быть властелинами, держать этот кубок в руках и, как сказать, быть более глубокой интуицией, более такие и грамотные. Душа должна быть созревшая, понимаете, вот есть зрелая душа такая, которая, в принципе, идет в развитие со временем, она достигает каких-то больших высот, вот мы должны достигать этих больших высот, глубокого развития, большого, высокого, интуитивно также развиваться должны. А все материальные блага, которые, почему-то здесь очень много падает, мне информация идет, что люди хотят больше обогащения, да, обогащение материальное, оно не приносит в душе того успокоения, которое бы хотелось бы, поэтому нужно прорабатывать жадность именно вот эту, потому что жадность также, она потом идет, видите, по пятерочке, мы теряем здоровье, допустим, да, где-то, у нас где-то закрываются дороги на что-то, значит, да, а мы должны развить душу накопительные, все-таки вот эти вот материальные, которые люди хотят за счет своих камней, талисманов обогатиться, не получится, могу вам сказать сразу, поможет, поможет именно талисманы, все ваши обереги, которые в духовном развитии помогут, прям, здесь приветствуется именно это направление, хочет обогатиться в какой-то, ну, какой-то, кто-то хочет какую-то определенную сумму, да, он может ее получить за счет этого камня, но потом перестает работать и все, но человек за это тоже будет нести какую-то ответственность. Ну, то есть, если человек развитый, то, в принципе, у него все правильно будет работать в материальном плане, и в плане здоровья, и тогда легче подобрать и камни, и все. А если просто человек с улицы пришел, ребят, я хочу вот камень, подберите мне, я хочу больше денег, под него уже тоже можно как-то подобрать нейтрально, чтобы на него плохо не влияло же, правильно, индивидуально? Ну, я говорю, что-то можно будет подобрать, но это будет такая разовая акция, допустим, но потом придется очень за это расплачиваться в душе, вот так как вот какая-то терочка и падает, что где-то может быть какое-то психическое расстройство вам платить, можно где-то заплатить просто какими-то увечьями, но кто-то ногу сломать может даже, допустим, не так вот, Если ему эти деньги не по программе, ему придется потом чем-то все равно проплатить это. В любом случае, конечно, в любом случае лучше узнавать свою программу, смотреть, что мешает, потом уже подбирать в рамках своей программы. Ну вот я тоже не понимаю, как люди говорят, вот увеличат свои деньги, да, вот привлечение в вашу, значит, жизнь материальных благ, а может быть вам вообще не по программе, может быть у вас по программе именно развитие, и вам это можно развить, а вот если вы привлекаете какие-то денежные средства, то они, соответственно, могут потом вам по здоровью выйти боком. Нельзя взять больше, чем вам положено в этой жизни. Да, это важно уточнение. Главное, чтобы люди правильно это все понимали, смотрели наш канал, развивались вместе с нами, да. Успехов всем, смотрите побольше наши видео, пересматривайте, есть очень важная информация на канале. Развиваемся вместе, если кого-то интересуют личные консультации, мы всегда ждем вас, всегда поможем, вот постараемся. разобраться в нужной ситуации, направить, помочь. Пишите обязательно свои мысли на канале, как вы развиваетесь, если есть интересные темы для видео, ждем всегда с нетерпением. И увидимся в новых видео. Всего самого лучшего. До свидания.